Лето, сезон овощей и фруктов, но наесться их вдоволь в этом году вряд ли получится. Цены на клубнику и черешню предельно высокие. Ирина Зоева, изучая ассортимент рынка, диву дается. 40 гривен за килограмм фруктов, которые без проблем растут у каждого, у кого издача, стоят так дорого. Тратиться на черешню она не готова. Говорит, пока потерпит. Со временем, может, цены упадут. И таких, как эта дончанка, каждый второй. Конечно, для пенсионеров и для работающих в бюджетной сфере может быть погода, погодные условия, потому что весна в этом году очень такая быстрая, все отцветает моментально. Торговцы сами не рады. Говорят, спрос на эти товары сейчас гораздо ниже, чем обычно в конце июня. Связывают это тоже с цифрами на ценниках. Но опустить не могут. Закупка в регионах, где выращивают их ниже буквально на пару гривен. Плюс доставка, аренда за место на рынке. Говорят, что и так еле выходят в ноль. На другой товар, да, могут сказать, что дорого. Вот помидор 10 гривен, конечно, в шоке. А вот клубника 45 недорого. Черешня 35 недорого. Этим летом очень дорого все. Я не пойму, то ли его град выбил, то ли у нас клубника лично дома нет. Уже много лет Светлана Дмитрошова занимается поставками фруктов и овощей из Запорожской области и Винницкой. Рассказывает, что в этих регионах прошедшая зима была холодной и малоснежной. Из-за этого в угодьях потеряли половину урожая абрикос, вишен, черешен и 20-30% яблок, груш. Поэтому фермеры пытаются покрыть убытки, поднимая цены на уцелевший товар. На поле, в связи с погодными условиями, все горит. Все, что посадишь, все сгорает. Ничего не растет. Поэтому в этом году такие цены. Плюс еще доставить сюда, это все дорого. В прошлом году к середине сезона фрукты упали в цене. Сейчас пока таких предпосылок нет, рассказывают на рынках. Надеются, что покупатели, которые отказали себе в удовольствие лишний раз полакомиться клубникой, смогут наверстать упущенное в конце лета персиками, абрикосами и виноградом. Хотя и эти фрукты будут гораздо дороже, чем в прошлом году. Ольга Шилкина, Василий Дмитриев, Панорама.